А там-то как раз участвуют такие монстры. Ну, это не получилось. И спас меня Владимир Ильич Ленин. Да ну ладно. Да, вот это по теме, которая сейчас... Как это? Вот так. Он меня спас. Потому что, когда я оказался на перепуте, правда, это очень серьезный был вопрос. Я засыпал с тем, а что делать? Потому что по сердцу была гитара. Для мамы была скрипка, альп потом. А у меня были амбиции всегда. Мне снились сны, что я какой-то известный, знаменитый. Почему-то приезжаю на Черной Волге, 24-й, и опущено стекло, и я в белой рубашке почему-то держу вот так локоть. Мне просто приснилось, и я въезжаю откуда-то после того, что я весь прославленный какой-то, возвращаюсь во Львов. И вот в таком виде почему. Вот такой сон у меня был. Я знал, что что-то будет. И вот я оказался на перепуте. И вдруг объявили всеукраинский конкурс молодых исполнителей, юношеский, всей Украины. А это, понимаете, то есть, понимаешь, это и Харьков, и Донецк, и Одесса, и Киев, и Львов. Да, да, да. В Киеве, посвященный 100-летию Ленина. Ах, вот что! Вот как он мне помог. Я начал готовиться к конкурсу, и вот, и очень быстро выучил несложную программу. А часы занятий нужно было только увеличивать, нельзя было сокращать, надо было прийти в форме. И вот, повторяя уже очень хорошо известный текст, я начал менять агогику. Агогика у нас называется соотношение во времени звуков. И вот, в первую очередь, импровизация, это и есть интерпретация классического музыканта, если не говорить о каденциях, где он правда может симпровизировать чуть-чуть, там, украшениями, там, чуть-чуть. А вот если говорить по сути о том, о чем я там сказал, можно взять темп медленнее, и тогда вся музыкальная материя, весь мир, который сейчас вот тут выстраивается, он совершенно по-другому высвечивается, и все получается по-другому. Один из примеров — это большая соната Шуберта, которую не очень любят играть пианисты, она бесконечная, очень длинная, и, в общем, трудно удержать внимание, что ли. Так вот, что делал наш великий Рихтер? Он ее играл в полтора раза медленнее. Еще медленнее? Да. А эффект был феноменальный просто, феноменальный, потому что по-другому все происходит. Так вот, можно в простой, можно сыграть как Нокио, как телефон. Да. Можно сыграть. Вот я имею в виду вот это импровизация. Понимаю. Ну, а это от первой до последней ноты, а может быть даже с момента выхода на сцену, и даже когда уже уходишь после того, как сыграл. То есть это вот такой продукт, что ли. Вот так-то, уважаемые зрители. Вот. Я лично этого не знал. Я всегда думал, что это всегда тарарам-тарарам-тарарарам, а оказывается, нет. Реклама сейчас будет. Значит, классическая музыка. Классическая музыка. Ты говоришь так. Классическая музыка апеллирует к душе и духу. Джаз апеллирует к душе и животу. А поп-музыка уже от живота и ниже. Твоя формулировка. Вместе с тем ты говоришь так. Я считаю, что шедевры, созданные в стиле джаза или поп-музыки, не менее ценны, чем вершины классической музыки. Противоречия нет? Нет. У Страдивари, например, все знают, Страдивари лучшая скрипка. Ну, якобы. И лучшая, да. Но у Страдивари существует золотой период, существует менее удачный. А, например, у меня не Страдивари, а я его ни на какой Страдивари не поменяю. Потому что... То, что у тебя. Мой мастер Тестори, Павел Антонио Тестори, вот у него пик его творчества, это мой инструмент, я так думаю. И он, конечно, дотягивает вполне до лучшего Страдивари. То есть, Yesterday, Beatles, пожалуйста, это можно... История не проглотила в Yesterday, так же, как Мишель. То есть, это ты считаешь... Это уже классика. Это... Ага, это классика. Это уже классическая музыка. Есть в джазе много таких тоже примеров. А, или, например, Равель, Павана. Ну, там такие гармонии, что если чуть-чуть придать ритм, это будет потрясающий, богатейший блюз. Вот, ну, чуть-чуть прибавить. А поэтому вот эти мостики, точки соприкосновения жанров, это как раз очень интересно. И вот на этих... На этом пересечении возникают шедевры как раз. Вот простота, кажущаяся в музыке Моцарта иногда, и именно она умиляет, и Шуберта, и Бетховена, именно приближение к такой ясности, которую, возможно, тот же, которым сейчас напевали Моцарт, приближает к всечеловеческому пониманию. Ну, это как Мушкин. Да. Простота вот эта. Да, да. Которая абсолютно гениальна. Конечно. Вот. Потому что песня – это разговорный язык, а, допустим, литература – это классическая музыка. Ну, понимаю. Смотри, вот с этой темой. Как-то ты рассказывал о том, что для тебя очень трудным испытанием было выступление с Бардом Сергеем Никитиным на «Вечере памяти Куджавы». Да. Я хочу привести цитату. Она длинная, но она того стоит. Вот ты говорил так, по этому поводу. Штука в том, что если ты играешь классически, имея в виду такую музыку Барда, то ты не в материале. А если немножко расслабишься, сразу в ресторане окажешься. Эта грань очень тонкая, малозаметная, потому что Бард, он душевный, но он не должен быть ресторанным. С попсой легче. Там можно с шумом, грохотом, скоростью. А успех в НСМА – это, конечно, ура менеджерам и бизнесменам. Она-то здесь ни при чем, бедная. Облитая водой короткое платье на смазливой девочке производит впечатление на какую-то часть публики. А если она при этом играет на скрипке, это удваивает эффект. Играет она достаточно профессионально. Если вы меня спросите про ножки с короткой юбкой, то я, конечно, видал лучше. Если вы меня спросите про то, как она играет на электроскрипке, конечно, я слышал лучше. А вот совместить все это, облить водой и так раскрутить – это ура менеджерам. Ладно. Вопрос. Что для тебя Куджава? Сложный вопрос, поскольку я в это время… Я вообще считаю, что для того, чтобы понимать друг друга, надо представлять себе возраст, которым этот человек сейчас проживает, находится. Ну? Поэтому, что для меня Куджава – это то время, когда я был в другом возрасте. Он уже теперь для тебя… Он не существует больше? Нет, он бесконечно возрастает, в моем представлении. А, с годами. Да. А в тот момент мне… Даже я тогда и Высоцкого не сумел оценить, поскольку он для нас был, те, кто играли «Битлз» и «Прокол Харм», и вот… Да, да, да. Даже «Роллинг Стоунс», которые только одна вещь мне нравилась, ну, знаменитая «Сатисфэкшн». Сатисфэкшн, да. Вот. Ну, в это время даже Высоцкий для нас был просто блатным певцом под гитару. То есть мы же текста не слушали. Хотя неплохой поэт был, прямо скажем. Нет, ну, так потом уже мы выстраивались в очередь на балконе вот здесь, на Малой Грузинской, когда я жил в общежитии консерватории. Мы знали каким-то образом, кто-то знал примерно во сколько он со своей красавицей Мариной Влади, они выйдут, сядут в машину, потому что дом, где они жили, примыкает к общежитию консерватории. И мы с восторгом просто увидеть, как наш-то, наш-то какой главный и какую красавицу оторвал. Значит, и они вот шикарно отъезжали. И мы там аплодировали, стоя на балконе. То есть Акуджаба, если вернуться к нему, он с тобой остался? Да, конечно. Конечно, конечно. Это, несмотря на... Я тогда, ну, как бы затмила все вот эта моя полупрофессиональная, моя деятельность, связанная с совершенно другим жанром. Совершенно... Она была больше музыкальной и меньше смысловой. Я даже слова, когда мы пели, не всегда знал, о чем эта песня. Вот даже Битлз. То есть нас интересовал сам дух, да, мелодика и гармония. Слушай, у меня есть книжка моего приятеля, англичанина. Она только что вышла, мог принести, показать тебе на английском. Она в переводе означает так. Как Битлз, ну, разнивки Кремль. Идея такая, что музыка Битлз способствовала распаду той системы, которая их отвергала, запрещала, не пускала. Довольно большая книжка. У тебя есть ощущение, что их творчество каким-то образом настраивало вас против этой системы. И что система недаром их не принимала. Чутьем чувствовала, что что-то в них есть такое, что для них опасно. Ну, это копнул так глубоко, конечно. Нет, думаю. Ну, можно не ответить. Во-первых, мне кажется, что Кремль не распался совсем. И тут Битлз не слишком помогали этому распаду. Но это, наверное, эта книжка очень серьезная. Ну, это, сказать, неважно. Но это точка зрения. Да. Но, значит, мы ходили с длинными волосами, длиннее, чем сейчас. За что нас ругали, заставляли подстригаться. Но ты понимаешь, что ведь власть не любила? Понимаю. Но это же власть мне, например, директор школы, говорил, слушай, спасай. У нас завтра школьный вечер. Ну, быстро давай своих этих бандитов, этих волосатых, быстро сюда, завтра, значит, выручай. Ну, мы играли на вечере в моей школе. Это, ну, как дискотека. Сегодня играли. Все это происходило. На завтра меня вызывал учитель по физике и ставил мне двойку. За это? Да. За это же. Но он же, когда я неверно решил, там, государственный экзамен, задачу по физике, он же, значит, меня вызвал и сказал, ну, я знаю, что тут, в общем, ну, и поставил мне четверку с минусом. Он же как-то компенсировал. Я уже ухожу. Ну, значит, вот, я думаю, что, наверное, это искусство, которое Битлз, это самый яркий вообще пример, самый яркий. Я думаю, что это искусство, конечно, призывало к свободе. И в этом смысле. Это можно сказать и о Кремле, и о любом другом режиме. Потому что, в принципе, да, все восхищались, но все-таки это слишком большая слава. И еще, кроме всего прочего, слава-то у них была неимоверная. Вот. А их в политическом смысле, не знаю, Акам, как это было, Back in the USSR. Back in the USSR. Да. Слушай, ты знаешь, когда приезжал Маккартни сюда, на Красной площади, там же были всякие люди из руководства, они знали все слова наизусть. Ну вот. Они пели все, как будто это было поразительно. Так что. А что ты так, я бы сказал, ну, чуть ли не презрительно высказался по поводу Ванесси Мэй. Я ее терпеть не могу, прям тебе хочу сказать. Но вот что это за явление такое? Это очень хороший синтез. Именно я похвалил... Похвалил? Продюсера. А продюсер это да. Да. Но я просто знаю скрипача лично очень хорошо. Даже играли вместе Найджел Кеннеди такой есть. Да. Который, ну, совершенно на другом уровне играет на электроскрипке и на обычной. То есть он импровизатор. Он практически Джимми Хендрикс, но на скрипке. А-а-а. Но я очень благодарен ей. Да, я на нее немножко обижен. Потому что она презрительно однажды как-то себя повела по отношению к Максику Венгерову. И мне это не понравилось. То есть она типа, значит, великая, а он там, а он представился, что Максим Венгер. Не могу не спросить тебя. Ты скрипача Стефану Граппелли, знаешь? Да, конечно. Который играл в Джанго Райнхарда. Ну, конечно. Ну, да. Это я говорю сейчас, мне все наши зрители не знают. Ты знаешь, сейчас приедет ко мне, вот, значит, на юбилей, приедет Джан-Люк Понти. Такой джазовый скрипач. Не знаешь, Французский? Я его не знаю, да. Потрясающе. Да? Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, с музыкальным вкусом, я подчеркиваю, вкусом, рождаются это гены или это что-то еще? Я думаю, это, во-первых, родители. Так. Их образованность и их желание, да, воспитывать детей. И желание самого субъекта, то есть этого ребенка. Да. Желание и дальше, когда он уже молодой человек, там, постарше, желание ежедневно находиться в творческом оттачивании вкуса. Ежедневно. Потому что вкус можно засорить. Его можно развить? Засорить можно, да. Ну, а скажи, он потенциально есть у всякого? Да. У всякого. Да. Потому что человек с детства слышит, вот так примитивно, вот потянул ручку ребенок, а там что-то горячее, да? Мама или папа быстро отдергивает руку или бьют по руке и говорят, это плохо. Прости, когда еще не понимает, что плохо, что хорошо. Вот я вообще считаю, что многие беды происходят от того, что человек в течение жизни начинает забывать, что плохо, что хорошо.